Стало быть, здравствуйте. А ведь все предельно до абсурдного просто. Если мировые цены на нефть падают, значит падают доходы того, кто эту нефть продает. И тот, кто продает, просто не хочет или не может соглашаться с неизбежным снижением своего персонального уровня жизни. И поэтому недостающие деньги он возьмет с тех, с кого может. То есть с нас. С кого это с нас? А я скажу. Со всех нас, имеющих в кармане российский паспорт или свидетельство о рождении. Со стариков, детей, юношей, девушек, с молодых и не очень мужчин и женщин. В России, которая делит первое место Саудовской Аравии, по уровню добычи нефти, только за 9 месяцев этого года цифры на ценниках на АЗС взлетели на 11,5%. А это значительно выше реальных темпов инфляции, 8%. При этом за последние три месяца стоимость нефти упала почти на четверть. И еще упадет. Саудиты пообещали Бараку Обаме держать цены на нефть в 80 долларов за баррель. Но что же толкает внутренние цены вверх? Это происходит благодаря тому, что 65% стоимости нефтепродуктов в России состоит из налогов и сборов. Так же, как в одной из самых богатых стран мира – Норвегии. Есть смысл сравнивать уровень жизни России и Норвегии? Думаю, нет. Для норвежцев с их высочайшим уровнем зарплат и потрясающей воображением социальной защищенностью 2 евро за литр бензина, из которых 65% вернется им же в виде налогов – вот это совершенно не напряжно. А вот сравнить, например, Россию с Венесуэлой вполне уместно. И, кстати, сравнение России, Норвегии и Венесуэлы вполне корректно. Все эти страны полностью обеспечивают внутренний рынок своим горючим. То есть никак не зависят от мировой конъюнктуры. Так вот, в Венесуэле бензин стоит на наши деньги 60 копеек за литр. Копеек. И цены на бензин в Венесуэле не меняются уже 17 лет. Давайте проиллюстрирую. Литр горючего в Венесуэле стоит 9 сентимов. А заправка 50-литрового бака – 4,5 боливара. Американский доллар стоит 6,3 боливара. Другими словами, полный бак бензина в Венесуэле обходится водителю всего в 75 центов или примерно в 30 рублей. И все. Давайте помечтаем. Литр бензина в России стоит 60 копеек. С учетом того, что только транспортные расходы – это минимум 30, а как правило 40% от стоимости любого конечного продукта на наших прилавках, то посчитайте. Все минимум на треть дешевле. Плюс 60 копеек. И когда наступит такое время в нашей стране, а я скажу – никогда. И 65% налогов, которые государство берет с литра бензина, как-то не очень к нам, не номенклатурному населению возвращаются. Да и цены в России растут не из-за инфляции. Нет у нас такой инфляции. И девальвации рубля такой тоже нет. Вообще нет. У нас есть абсолютно произвольный по хотению продавцов рост цен примерно на 12% в год. Этот рост ничем не обусловлен, кроме желания продавцов получить вот эти дополнительные деньги. И все. Вот посмотрите, граждане. Цены у нас растут не только в рублях, но и в евро, долларах, юанях. Если вы купите доллары в России, то в каком-нибудь вашингтонском супермаркете вчера, сегодня, завтра купите тот же товар, что и в российском магазине. Только цена именно в долларах будет отличаться существенно. У них будет дешевле. Потому что инфляция доллара в мире это 2% в год. А у нас тот же доллар по отношению к товарам почему-то дешевеет, как и рубль на 12%. В нашем Отечестве при существующем положении дел исправить ситуацию невозможно. Наше антимонопольное законодательство так лихо устроено, что весь рынок в руках монополистов. И ни одна собака им повышать цены не запретит. Это еще радуйтесь, что только на 12%, а могли бы и на 25%. Ну, может, социального взрыва побаиваются. Потому что у нас между властью и бизнесом-монополистом нет большой разницы. Вот на этой оптимистической ноте и закончим сегодня программу. Не хворайте. И вот еще, это уже не за бензин. Почему-то вспомнился французский мыслитель и философ Шарль Луи Монтеские. Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает. К чему бы это?